Соглашение о возобновлении экспорта зерновых, заблокированных в украинских портах, будет подписано в пятницу в Стамбуле с участием генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша, а также представителей России и Украины. Об этом заявил четверг президент Турции Реджеп Таип Эрдоган. Это заявление прозвучало вскоре после того, как ООН сообщило, что Гутерреш прервал свои отпуски, вновь отправился в Стамбул, чтобы продолжить переговоры по зерну с военными представителями России, Украины и Турции. По оценкам, в украинских портах в настоящее время находится более 20 миллионов тонн зерновых и семян подсолнечника, которые не могут попасть на рынок в результате блокады Черного моря. Отсутствие этого зерна на международных рынках грозит продовольственным кризисом и голодом. Сейчас Украина вывозит зерно через дунайские порты и по суше, но это позволяет экспортировать лишь небольшую часть довоенного объема. После российского вторжения 24 февраля украинские порты на Черном море и в первую очередь Одесса и Николаев оказались заблокированы, а порты на Азовском море захвачены российскими войсками. Продолжение следует... Продолжение следует...